Итак, далее. Но сначала все равно коротко повторим предыдущее, чтобы отложилось. Все импортируется, создается, наследуется от основного класса, TogaUp. Вторым шагом всегда создается метод. Обратите внимание на Self, то есть это метод. Этот метод, хотя есть и, можно создавать без метода, но потом посмотрим, кому нравится как. Ну ладно. Дальше. Следующее, создаем, иными словами, контейнер. То есть придумываем переменную. Моя коробка, мой контейнер. И контейнер наследуется от Toga, само собой, имя которого класса Box. И дальше повторяем, у нас есть три строки. Создание основного окна с заголовком окна. В данном случае у нас только заголовок, хотя могут другие быть вещи. Второе. Берем наш MindBox, коробку, и указываем ей, создаем экземпляр класса, куда нам размещать контент. То есть другие виджеты. И показать. Дальше у нас работает еще один метод. Обратите внимание, он на одной линии с классом. Да? Майн. То есть для запуска. Который, по сути дела, будет вытягивать Майн. В этом методе Майн на будущее мы можем что делать? Мы можем прописывать. И, возможно, мы это будем делать, с какого метода стартовать. Стартовать с какого метода. Это позже. Но просто сейчас это запомните. У нас может быть много методов, но мы укажем, что стартовать должно с определенного метода. Это функция, это обычная функция. И тогда определенного метода мы будем стартовать одно приложение. Если мы наберем в поиске TogoPack, то мы легко найдем документацию, где мы увидим то, что мы будем дальше применять. Это та же самая CSS-разметка. По сути дела, работает полностью как HTML-страница. То есть сложности не должно возникнуть. Просто что и что разобраться и все. Поэтому давайте пытаться что-то сделать. Первое, что мы сделаем, мы берем наш основной контейнер и прописываем. Смотрим сначала на документацию. На документацию и находим стиль. Вот, кстати, мы видим вот оступы вверху, внизу. Все будем применять. Сейчас у нас дело найти то, что нам надо. Иными словами, если мы откроем пакет и прочитаем, то все начинается со стиля. И дальше объясняется, все работает как HTML. Ну, давайте мы с вами все-таки это посмотрим, как это делается на практике. Иными словами, чтобы нам указать, мы просто указываем ключевое слово стиль, присваиваем значение первое пак, то есть откуда оно наследуется. Мы его импортировали и импортировали колумб и ров, то есть ряд и... Ну, вы поняли, короче, ширину и длину. Я забыл. Дальше. Ключевое слово. Какая директива, да? И далее... Мы здесь далее будем учиться. Здесь можно указать конкретные значения. В данном случае у нас получается, как указано просто, строка, да? То она будет на всю ширину. Следующий момент. Откроем документацию. Найдем такой параметр, как... Баттон. А, лейбл. Да. Этикеточку. Откроем ее в новом окне. И посмотрим, да? Итак, мы создадим лейбл. Здесь есть пример, как создается лейбл. Иными словами, идет переменная, дальше тога, да, откуда, и название виджета, лейбл. Дальше то, что может быть помещено в виджет, здесь описано, да? Текст, по умолчанию ID, стиль и фабрика. Остальные методы нас пока не интересуют, чтобы нам не усложнять. Поэтому мы можем прописать лейбл следующим образом. Как прямо в документации, так и напишем. Лейбл. Тога лейбл. Вот она нам подсказывает. Дальше. У нас идет скобки. Стиль мы можем указать. Давайте сделаем вот таким образом. Чтобы нам было проще. Итак, первое указываем стиль. Так же, как и там, присвоит значение пак и отступ. Ну, пусть будет. Вот так вот. Вы поиграйте потом с цифрами, да? Пять, шесть, семь. Попробуйте, да? Что будет происходить. Далее. Следующим шагом, что мы еще сделаем. Вот это переместим на другую строку. А здесь напишем. А нет. Вот так. Ваше имя. Обратите внимание. Ставим запятую. Обратите внимание. Мы написали русские буквы. Значит, что надо сделать? Обязательно добавить вверх файла кодировочку. Чтобы можно было спокойно работать в УТФ-8 с Кириллисой. Пока все. Пока все получается. Теперь нам надо дальше понять логику. Давайте, как предлагается в документации, по примеру, чтобы вы могли сделать, создадим еще один виджет. Поле ввода. Поле ввода. Обратите внимание. Ну, назовем его так. Так будем вводить имя. Как там? Name. Name. Далее. Опять тога. Ввод текста. И пропишем тоже стиль. А стиль пропишем следующим образом. А там было стилипак. Стилипак. И параметры flex посмотрите. То есть, указываем, сколько пространства поглощать. Мы ставим 1. То есть, поглощать все пространство. Теперь, ребята, подсекайте. Смотрите. Код, который мы до этого делали. Вот этот. SelfMine. А он относился к основному окну. Мы с вами создали два виджета. То есть, вот, надпись и поле ввода. Теперь обратите внимание. Лейбл у нас просто как виджет. А name.input у нас как экземпляр класса. То есть, когда мы ставим self и это экземпляр класса, мы можем его использовать немедленно. Нам ничего не надо. Просто берем и используем. Почему? Потому что есть ссылка, указывающая на память. Только надо брать и чего-то прописывать. Поэтому переменные у нас сразу экземпляр класса. Вот это мы сделали. Теперь вот логика. Смотрите. Добавили метку и поле ввода. А теперь надо создать коробку и показать и написать, что в эту коробку разместить и лейбл и поле ввода. Почему? Придумываем новую переменную. Пусть это будет переменная как документация, чтобы вы не путались. Namebox. То есть, мы сейчас создаем отдельную коробку, где будут располагаться эти виджеты. Зачем мы ее создаем? Чтобы потом указать нужные нам размеры. Пока мы в этом плохо разбираемся, потому что не изучили. Но, тем не менее, принцип тот же стоит наверху. Раньше мы указывали это для основного окна, а теперь в основном окне мы создаем такой же контейнер. То есть, даем новую переменную Namebox и создаем контейнер Toga опять же Box дальше указываем стиль указываем стиль и указываем уже директиву. Значит, уже ряд, да, директива присвоит значение ряд и отступ отовсюду у нас будет 5. Вот так. То есть, сообразили, да, обратите внимание, что в среде вот эти Label.pk и Namebox они неактивны. То есть, почему? Потому что еще нам надо их потом показать. Вернемся назад, повторим. Вы поняли, когда мы создавали в первой части видео само окно. То есть, прописывали окно, прописывали стиль, да, на всю ширину. Теперь, когда мы создали надпись и поле ввода, мы создаем для них коробку, да, отдельную коробку и уже указываем размеры по стилю. А далее нам надо указать, нам надо указать секунду. Смотрите, если мы нажмем нижний виджет, да, виджеты, то везде мы увидим метод add, да, добавить, то есть. И мы его сейчас будем применять. Мы берем нашу переменную namebox добавляем добавляем то, что мы только что создали. Нам надо добавить нашу кнопку, нашу надпись и наш ввод текста. Просто указываем, так как нет в скобках и вот он нам подсказывает лейбл и namebox не вижу тут. А что у нас там называется? Name input. Вот он. И указываем name input. Но смотрите, подчеркнуло, правильно, забыли указать self. Теперь все нормально. Итак, у нас сейчас на данный момент определена надпись, определено поле ввода. Теперь по отношению к главному окну, которое мы указали вверху, мы создаем новый контейнер. и вот прописано, что он будет иметь отступ 5, это будет ряд, и в этот контейнер мы добавили надпись и поле ввода. Все. Последний момент он остался уже не такой сложный. Нам осталось просто, вот если мы сейчас запустим программу, давайте мы ее сейчас запустим. посмотрим. Обратите внимание, ничего нет, да? Почему? Потому что нам надо указать того, что все это надо дело разместить. Вот здесь, вот здесь, смотрите, вот это namebox, дальше добавление надписи, добавление текстового поля, это отдельный блок. Но главное окно minebox, оно не знает еще об этом. Чтобы оно узнало, надо это прописать. А прописать следующим образом. То есть теперь мы берем переменную основного окна minebox. она у нас определена как основное окно вверху, да? И minebox мы говорим то же самое. Все втога поддерживают метод add, да? И что нам надо теперь добавить? Нам надо добавить стоп. Нам надо добавить только namebox, потому что в namebox уже добавлены элементы label и input, поэтому просто добавляем переменную namebox. А namebox в свою очередь уже знает об этом. И пока попробуем запустить. И по сути дела теперь мы увидели, да? Надпись она сейчас не отображается, но поле ввода уже есть у нас, да? Ваше имя, вот что мы указывали. Отлично. теперь давайте ребята добавим некое управление. А некое управление это самое простое, это кнопка. Вот эти вещи, вот эти вот, То есть управление окном запуска, они всегда должны быть внизу. То есть добавляем все элементы label и все другие между вот этой строкой и между вот этими, да? То есть все внутри остальное можно добавлять по сути дела как хочешь, но лучше делайте по порядку, чтобы не запутаться. Открываем документацию, находим объект button. Видим, что поддерживает всеми системами, здесь мы видим пример и читаем сразу, смотрите, мы считаем документацию Michael Buck, да? То есть это будет функция обратного вызова. Мы разберемся. Дальше показывается пример, как это прописывается. Мы с вами проделаем отдельно примеры по функции обратного вызова, чтобы разобраться, но по сути дела все дело просто. Я сейчас объясню, потом еще раз проделаем примеры. Итак, так как в Python функция это обычный объект, то как видите, она написана без скобок. Если мы попробуем вывести функцию без скобок, то просто мы получим место, то есть ссылку, где она находится. Так вот, нам нужно вызывать одна функция, вызывает другую функцию. В данном случае, что здесь написано. Ищем параметр on press, да, то есть, ну, вы поняли по он вверху должен быть, метод, да, написано коллабл, да, обратный вызов, то есть кнопка нажата, кнопка нажата и функция обратного вызова. Значит, как это понимать совсем новичку, как здесь просто объяснить. А просто объяснить вот так. Смотрите, ну, примеры посмотрим. Обратите внимание, вот здесь и вот здесь нету скобок функции, да, иными словами, нам нужно не содержание функции, а сама функция. Так вот, у нас есть кнопка. Когда мы производим некий щелчок на эту кнопку, это срабатывает функция щелчок. Но вот что происходит при щелчке обрабатывает другая функция. при этом если вы обратите внимание, в функциях обратного вызова указывается функция без скобок. То есть нам не нужна нутро функция, нам нужна сама функция, чтобы она просто отработала. Так вот, когда мы нажимаем кнопку, мы до этого прописываем определенную функцию, что нам сделать. и получается нажали кнопку и Michael Back, да, и отработала вот эта функция, да, сделала то, что нам надо, куда-то там перенаправила, но смысл здесь следующий, что обработка кнопки обрабатывается функцией. Фишка в том, вот, если очень простым языком, то здесь нету скобок. Иными словами, функция работает как объект, да. Значит, если еще проще объяснить, что может быть функцией обратного вызова, мы можем это посмотреть в ТОГО, да, как здесь объясняется, что здесь может быть. Мы до этого дойдем, но все-таки я проговорю, в ТОГО может быть три вещи, и в большинстве своем первая вещь, это метод, да, любой метод, или любая функция. Второе, асинхронная программа, пока мы не используем, либо генератор. Вот себе помечайте уже отлично, что такое асинхронная программа, я пойду узнавать, что такое генератор и питон, я пойду узнавать, и дочитаю про функции обратного вызова. И подведем итог. Сейчас вы должны получить первое представление о функциях обратного вызова. Итак, запоминаем, функция обратного вызова это та функция, которая использует другую функцию для определенного события. Одна функция, первая, формирует некое событие. это может быть нажатие в кнопки ввод текста, вообще все, что хочешь. Это может быть указание на мобильном мониторе конкретного места. Это не важно. Важно понимать, что есть какой-то стоп-момент, 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 который формирует событие. В данном случае стоп-момент, кнопка нажата. Пользователь щелк кнопку, что в этот момент должно происходить. Так вот, функция обратного вызова, то есть программист пишет тогда функцию Келбак, я по-разному называю, поэтому функцию обратного вызова, которая указывает, что она должна сделать. Это может быть все, что угодно. перейти куда-то, показать, закрыть, все, что угодно. И эта функция обратного вызова или метод, он присваивается значение этой функции, тоже без скобок. И получается, пользователь нажал кнопку и произошло то, что мы прописали ранее. Все банально просто. Далее мы видим в документации и есть определенные моменты. Labels, то есть это название строка, ID название строка, то есть мы уже четко для себя понимаем, что указывая ID мы указываем строку. Ну например, мы могли лейбл указать еще такую вещь, указать ID. ID тоже есть при свое значение, и это было бы строка. вот поэтому говорю относитесь. Например, там да и ставим запятую. Тогда смотрите, здесь уже не работает. Почему? Потому что не указано, что это. Поэтому давайте попробуем сделать вот так. Вот так. Теперь вот так, чтобы не указывать. Схитрим немножко. Вот так программа разберет, чтобы нам лишнее не указывать, что это. То брать лейбл, то мы можем спокойно посмотреть лейбл, да, то есть текст. Мы могли оставить и по-прежнему, и сделать так. Текст присвоит значение строки. Тогда могли поставить его, сейчас попробуем, должно вообще-то стать, и здесь, да. то есть тогда можем в любом порядке, да, обозначать. И таким же образом стиль мы уже пробовали ставить, и значит завод, ну, пока нам не надо фабричные эти методы, нам пока не надо они, да, не будем усложнять. Так, с этим все немножко понятно. Когда у нас прописано лейбл, мы остановились на чем, ага, что мы теперь должны, мы остановились на том, что теперь главному окну надо указать, да, что мы добавляем namebox, а minebox у нас главное окно, дальше вы помните, мы создали главное окно, показали стиль указали, потом мы создали надпись и поле ввода, потом для надписи и поле ввода мы создали новый контейнер, далее в этот контейнер мы добавили этикетку и поле ввода, но до сих пор новое окно, оно не знает, мы уже пробовали и вводили, поэтому мы берем переменную minebox, это у нас главное окно и сообщаем ему, добавляем namebox, то есть наша наш контейнер, в свою очередь вот эти вещи не надо добавлять, так как и так здесь используем метод добавить и сам контейнер уже будет знать, что у него добавлено надпись или этикетка и поле ввода. И следующее, что нам хотелось бы сделать, это создать кнопку. Создадим кнопку bottom, создадим кнопку btn назовем, так меньше кода будет писать, и тоже это виджет, значит он наследуется от тога button виджета, мы его с вами открывали, и вы должны его открыть, и далее мы также можем прописать, то есть переходим и можем прописать следующие вещи, открываем, смотрим button, и колбак мы разобрали, смотрим, есть этикетка, лейбл, да, есть ID, есть стиль, есть кнопка нажата, ну и много чего, это уже позже будем разбираться, сейчас не будем не будем засорять, поэтому первое мы можем писать просто, ну например, нажми меня, хотя мы могли бы этикетку сюда поставить, лейбл, это потом поэкспериментируйте, дальше, мы определяем метод, который мы только что смотрели, то есть, что нам, само событие, что нам делать при нажатии, вот он метод, написан коллабл, то есть обратный вызов, поэтому определяем метод он пресс, то есть формируем событие, он пресс, ну и пусть это будет у нас метод ура, ура, грубо говоря, заработало, ура, сейчас мы, если вызовем, мы получим ошибку, да, мы еще стиль не прописали, поэтому стиль мы прописываем пак, и самое простое, отступ, вот так, падинг 5, так, чего-то у нас тут не хватает, все правильно, у нас не хватает, вот оно подчеркивает красным, запятых, запятых, теперь смотрим, она у нас все равно красная, по одной простой причине, что давайте мы пока создадим метод еще один, так как у нас здесь мы уже указали метод, да, а его нету, конечно, это будет ошибка, потому что если мы попробуем сейчас вызвать, мы метод указали, но его не прописали, поэтому, конечно, получим ошибку, да, синтезис, дальше, line 42, и видим, да, действительно 42, у нас получается вот эта функция лишняя, но программа у нас не запустилась, сейчас посмотрим, она вообще не должна запуститься, по моим расчетам, ну, мои это одно, потому что все-таки функция обратного вызова у нас не прописана, но все правильно, нам итога истинный дефинет, правильно, где-то мы неправильно написали, во-первых, итога истинный дефинет, тем не менее, запустим еще раз и опять смотрим, да, исключение, итога старта, объект хасного атрибута ура, все правильно, то есть функция обратного вызова ура, у нас ее просто нет, мы ее не прописали, поэтому давайте-ка мы на как метод, не как метод, как функцию, где старт ап на этой же линии пропишем после всего либо пишутся функции обратного вызова вверху, до всего, да, можем писать их вверху и пропишем ура, далее деф ура, дальше это у нас метод, значит цель ставим и наследуется цель вот виджет, вот виджет, а я не вижу, вот виджет, это все виджеты наследуются от виджет, поэтому здесь негде путаться, пока она у нас ничего не будет делать, но она у нас по крайней мере будет, теперь давайте попробуем запустить, а окно запустилось, но кнопки у нас нету, все правильно, ее и не должно быть, по одной простой причине, что если мы сейчас посмотрим, что мы делали, давайте отмотаем код и посмотрим, а вот мы делали, смотрите, в главному окну мы добавили namebox, то есть то, что добавляло этикетку и поле ввода, а btn же мы нашу переменную не добавили, поэтому что мы делаем на главное окно добавляем btn, вот теперь все должно работать корректно, то есть теперь на главном окне мы указали, что показать это все дело, и действительно мы смотрим и есть кнопка нажми меня, пока у нас стоит пас ничего не делать, то есть ничего происходить не будет, а мы сейчас еще раз повторяем обратный вызов, да, иными словами, ну, давайте лучше потом разберемся, я думаю, достаточно, я сказал, пока, это потом с примерами еще разберемся, отдельно с Python, понимаете, вот насколько важно по документации работать, насколько важно это в деле, да, почему, потому что встречаясь человека, давно вроде изучает программирование, а обратный вызов не понимает, кто и зачем, пока все, дальше несколько уроков мы сделаем, что, будем улучшать нашу функцию обратного вызова, но для начала нам надо получить какой-то минимум, сделать, собрать программу, а потом уже улучшать и выпускать новые версии, то есть пройдем как бы весь путь, пока все, пока наше приложение работает, мы довольны, потом в следующем видео все-таки еще раз повторим, я хочу, чтобы вы вот в этом разобрались, да, и какое ваше домашнее задание для участников школы, прописать каждую строчку, чтобы видеть, что вы поняли, что у вас происходило, то есть вы должны четко описать каждую строку, то, что я рассказывал, но описать, чтобы вы четко понимали, у меня происходит тут одно, тут второе, дальше я добавил, что я делаю дальше, и так далее, у вас должна эту такую простую программу, вам надо пописать несколько дней, чтобы уже на памяти отложилась структура написания программы, согласитесь, все довольно просто, но структура программы должна отложиться очень хорошо, почему, потому что это важно, на этом потом нельзя заострять внимание, теперь еще остался маленький момент, мы, нам не обязательно лезть в документацию всегда, мы можем просто навести на бокс, на любой класс и увидеть, что у нас может быть в скобках, айди, стиль, потомки и фабрика, да, лейбл, допустим, смотрим, текст, который мы ввели, ваше имя, да, что может быть еще, айди, видите, написано, но, то есть, его нет, может быть, может не быть, стиль, и так далее, вводим текст, импуты, тоже смотрим, айди, стиль, завод, дальше, я не помню, что это, по умолчанию, там надо посмотреть, вводить, инициализация, изменения, ну, фокус, это все мы будем делать, валидаторы, то есть, это нам сразу подсказками, а уже, если там что-то забыли, можно пойти в документацию, да, все пока, да, но, по сути дела, все у нас работает, и здорово,